МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Собственно, стал выбор самого момента объявления. И все это случилось, напомню, на фоне рутинных предвыборных собраний коммунистов, эсеров и жириновцев, предсказуемого возрождения родины Дмитрия Рогозина, периода распада правого дела. Тандем стремительно принял решение. Путин пойдет в президенты, а Медведев возглавит партию и кабинет министров. Наш обозреватель Ирина Кузьминская обо всем по порядку. Партия «Единая Россия» и Народный фронт общий съезд проводят впервые. Поэтому и площадку выбрали побольше. Стадион «Лужники» вместил 11 тысяч. Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Председатель правительства Российской Федерации, лидер партии «Единая Россия» Владимир Владимирович Путин. Они идут рядом под шквал аплодисментов. Но первым на трибуну поднимается лидер партии. Сегодня съезд должен выбрать того, кто поведет их на выборы. Владимир Путин долго не томит и называет имя кандидата. Предлагаю, чтобы список «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу Российской Федерации 4 декабря текущего года возглавил действующий глава государства Дмитрий Анатольевич Медведев. Медведев благодарит за оказанное доверие, за то, что четыре года назад партия власти именно его выдвинуло кандидатам в президенты за то, что сегодня поручило возглавить партийный список. Но то, что происходит дальше, для всех неожиданность. С учетом предложения возглавить список партии, заняться партийной работой, и при удачном выступлении на выборах, моей готовности заняться практической работой в правительстве, я считаю, что было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии Владимира Путина на должность президента страны. Разрешение интриги ждали не раньше декабря. Эксперты в один голос утверждали, тандем определится только после парламентских выборов. При этом большинство прогнозировали, Медведев пойдет на второй срок. Так что получилась двойная сенсация. Другие партии, проводившие съезды на этой неделе, были менее результативны. Разве что Рогозин заставил поволноваться. В большую политику русские патриоты, как они сами себя называют, возвращаются не без потерь. Больше нет партий и думской фракции «Родина». Но остались идеалы и лидеры. Правда, Дмитрий Рогозин здесь гость. Но открывает съезд он своим фильмом о том, с чего начиналась «Родина» и политик Рогозин. В полной политической темноте я на ощупь искал новую форму саморганизации русского народа, которая могла бы помочь вернуть себе право на историческую перспективу. На сцене ничего лишнего. Стол, трибуны, икона, казачий караул у триколора. На повестке вопрос, пойдет ли Родина на выборы. И если да, то с кем? Без коалиции и им обратной дороги в парламент нет. В этой связи я скажу, что я свой выбор сделал. Мой выбор – это Владимир Владимирович Путин. Хватит мерзнуть на русских маршах, добавляет Рогозин. Пора занимать кабинеты. Но аплодируют в зале не все. Безусловно, кроме «Единой России» все остальное – это слезы, это слякоть, это обломки той же самой системы. Но всякий ли из нас может пойти на союз с «Единой Россией»? Я лично не могу. Не успев возродиться, они чуть не распались вновь. Жаркая дискуссия на моральную тему – можно ли против совести пойти – длится час. Мы одна команда, мы ядро. Мы сегодня ядро. Мы должны поступиться своими какими-то принципами, чтобы достичь той цели, которая поставлена перед нами. Тайным голосованием «100 за, 8 против» съезд решает вливаться в Народный фронт и под его знаменами на выборы идти. Но остался вопрос, кто первым по списку, и взгляды устремились на него. А вдруг оставит уютную натовскую штаб-квартиру в Брюсселе и вернется на родину? Что касается меня, я не иду ни под ним списком в Государственную Думу. Я как работал, исполняя свои обязанности по спреда России при НАТО и специального председателя президента, так и буду работать до тех пор, пока не добьюсь существенных результатов для российской внешней политики. Коммунисты на выборы идут как на войну, с революционными песнями и бессмертными вождями. Вот дедушка Ленин и в оплоти, и в камни. Небольшой зал битком, но место находится даже незваным гостям. В первом ряду председатель ЦИКа, которого они считают врагом. Впервые к нам на наше партийное мероприятие прибыл председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Евгений Чуров. Есть предложение его поприветствовать и тоже пригласить в президиум. Нет, он отказывается идти в президиум, соблюдая нейтралитет политики. Дискутировать на съезде в КПРФ не принято. Партия должна демонстрировать сплоченность рядов. Часовой доклад лидера слушают внимательно. Главный посыл – планета Земля стремительно краснеет. Недалек тот день, когда и в России коммунисты выйдут на авансцену. Мы дадим России общественное устройство, которое принесет в стране мир устойчивое развитие, а гражданам безопасность, достаток и личные достоинства. Он первый в партии, первый и в предвыборном списке. А еще там адмирал Камоедов, нобелевский лауреат Алферов, космонавт Савицкая. Имена, фигуры. Пожалуй, только крупных бизнесменов среди коммунистов нет. Но те, кто помельче, уже на подходе, уверен режиссер Владимир Бортко. Это мелкие буржуи, то есть это мелкие предприниматели, которых задавили окончательно и полностью. Просто нельзя дышать. А мы их освободим, мы вас освободим. Тогда мы будем опять строить светлое будущее. Сюганов, Победа! Сюганов, Победа! На съезде справедливой России тоже все традиционно. Исполнение гимна и дальше по повестке. Красное на желтом и две заветных буквы С и Р. Вот они, символы Победы, уверенные сэры. 15% в новом созыве Госдумы – это их программа-минимум. В хаущовых сумках самое дорогое – программа «Пять шагов к справедливости». Политика, экономика, социалка, безопасность, культура. На каждый шаг эсэры отводят себе погоду работы в Государственной Думе. Лидер партии подчеркивает – они идут в парламент серьезно трудиться. Если «Единой России» сказать народу нечего, кроме как показать шоу, флаким руки. А мы идем работать. И у нас абсолютно профессиональная команда. Я, кстати, хочу обратить ваше внимание, что в списках нашей партии нет так называемых артистов, каких-то спортсменов, звезд. У нас идут работать профессионалы. Впрочем, и первый день съезда «Единой России» сенсацией не предвещал. 1300 делегатов, 1400 журналистов на 12 тысячах квадратных метров полезной площади. Огромная плазма в пресс-центре и деловой разговор на секциях. На этой, например, обсуждают проблемы гражданского общества. Актеры, бизнесмены, адвокаты, депутаты. Общий тон разговора вполне позитивный. Но законы жанра требуют конфликта. Ведь иначе скучно. Ну что мы занимаемся какой-то ерундой? Какие мы молодцы. Мы сели, да. Надо взаимодействовать с властью. Ну надо, что понятно уже. Ну уж достали все эти совещания вот эти вот. Какая-то, знаете, мы хвалим себя сейчас. В народе огромное количество взрывных точек. Уже все бурлит, все негодует. Коррупция достала уже везде невозможно. Вслед за народом забурлила и секция. Казалось, еще немного, и страсти выйдут за рамки цензурного. Но вдруг наступила тишина. Пришел лидер партии и доходчиво объяснил, кто такие коррупционеры и как с ними бороться. Нам их не привезли с другой планеты или с другой галактики. И это долгосрочная задача, которая должна решаться сразу по нескольким векторам. Во-первых, это воспитание. Во-вторых, это неизбежность, неотвратимость наказания за прямое нарушение закона. В-третьих, создание в обществе атмосферы нетерпимости к проявлению подобного рода. И здесь все должны нести определенную ответственность. И те, кто дают взятки, и те, кто берут. Свои выводы отдельные секции докладывают на общем собрании. Лучшие предложения войдут в программу «Единой России», обещает председатель высшего совета партии. Грызлов уверен, серьезных конкурентов у единороссов сегодня нет. Давайте взглянем на наших оппонентов. Что они из себя представляют по сути? КПРФ по-прежнему гордится преступлениями против собственного народа. И хочет снова дорваться до власти, чтобы попробовать еще разок все отнять и поделить. ЛДПР предлагает что угодно, кроме действительно либерального и демократического. Справедливая Россия уже не знает, с кем бы объединиться, чтобы получить хотя бы один мандат. Но в Лужниках Владимир Путин призывает не расслабляться. Впереди много работы. Надо создать 25 миллионов новых рабочих мест, ввести справедливые налоги, укрепить армию, решить жилищный вопрос. Но прежде всего экономика, экономика и еще раз она. Нужно вернуться к тому, что было совсем недавно, несколько лет назад, до кризиса. И раскрутить маховик экономического развития темпов роста до 6-7% в год. А за следующие 5 лет войти в пятерку крупнейших экономик мира. Абсолютно реальная задача. Это предвыборная программа и партии, и кандидатов в президенты. В случае избрания Владимира Путина не распадется и тандем. Дмитрию Медведеву уже предложено возглавить кабинет министров. Ирина Кузминская, Александр Киселев, Евгений Зуев, Сергей Вербецкий, Константин Аужин и Игорь Бекренев вместе с Россией. Конечно, к событию единороссы, надо сказать, готовились основательно. Дату съезда объявили заранее. Арендовали стадион «Лужники». Кстати, впервые для партийного съезда организовали такую масштабную телевизионную трансляцию. Обратила на себя внимание нетрадиционная рассадка участников съезда. Президиума как такового не было. Зал был поделен на две части. За спиной у ораторов развивался электронный триколор. Лидеры выступали по очереди. А затем вместе Путин и Медведев вышли к трибуне. Вести спортивных съездов, конечно же, взбудоражили интернет. В сети сейчас живо обсуждают эту неожиданную новость и смакуют детали высоких политических собраний. Так, на одном из известных интернет-форумов появилась небрежно отсканированная памятка гостям съезда «Единой России». Среди рекомендаций требования к дресс-коду просят явиться на съезд без галстуков и в джинсах, но ни в коем случае не в кроссовках.